Привет, мои хорошие! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Ну что ж, как вы догадались, еще один вкусный рецепт консервации огурчиков. Простой, проверенный годами, в моей семье эта закусочка разлетается на ура! Пикантная, очень вкусная и простая в приготовлении. Поехали! Итак, огурцы, конечно же, нужно хорошо промыть. Для этого рецепта лучше всего использовать огурцы средние. Слишком большие не берите, иначе у вас такие бочоночки будут немного большими. Лучше всего использовать средние огурчики, корнишоны тоже не очень. И нарезаем их вот таким вот образом, не тоненькими кружочками, а такими бочоночками. Все, огурчики готовы, дальше я делаю маринад. Берем 9% уксус, добавляю сюда растительное масло без запаха, сахар и соль. Также я добавляю зерна горчицы и целых 4 головки чеснока, которые я натерла на мелкую терку, или же пропустите через пресс. Все хорошо перемешиваю. Можно, в принципе, все добавлять сразу же в огурцы. Я же отдельно перемешала маринад, и этим всем заливаем огурцы. Хорошо все перемешаю и оставляю огурцы при комнатной температуре на 3-5 часов. Смотрите, у меня, друзья, огурцы домашние, сочные. Они пустили достаточно сока и за 3 часа. Их нужно время от времени помешивать. Если же у вас огурцы не очень сочные, тогда можете им дать постоять и 5-6 часов. То есть у вас должен выделиться сок, которым потом будете заливать огурцы. Выкладываем все банки. Они у меня не стерилизованные, потому что я буду стерилизовать сам салат. Наполняем. Его нужно максимально плотно выложить. В итоге из этой порции у меня получилось 10 полулитровых банок. Еще одна баночка была бы, потому что я оставила их для того, чтобы покушать просто к ужину, как закуску. Она и свежая, очень вкусный такой маринадик. Заливаем оставшимся маринадом и накрываем крышками. Выкладываю банки в кастрюлю, дно которой обязательно нужно застелить полотенцем. Крышки у меня обычные, не винтовые. Именно поэтому я их не закручиваю сразу. Если у вас винтовые, можете сразу закрутить и стерилизовать. Воду наливаем по венчике и доводим все до кипения. После закипания полулитровые банки я стерилизую 8 минут. Литровые 10-11. Все закручиваем. Переворачиваем банки, даем полностью остыть и готово. Ну что ж, мои хорошие, я надеюсь, что такой рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеорецептах. До новых встреч! Всегда на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. И хороших, удачных вам заготовок. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok